Вакцинация мифа и реальность Вакцинация мифа и реальность Вакцинация мифа и реальность Она подарила нам, по сути, работу всем врачам. Благодаря ней именно все вышли все инфекции, вышли все болезни и все несчастья, которые сейчас есть у человечества. Вот, конечно, ей хочется сказать относительно спасибо, но, к сожалению, больше создала слишком много проблем. Дальше. Для того, чтобы лекцию свою озвучить, надо сначала развести некоторые понятия. Есть две науки об инфекциях. Это эпидемиология и есть инфекционные заболевания. Это нечто разное. Вот эпидемиологию открыл, по сути, Джеролама Фракастора. Он когда-то спасал Европу от чумы. Он также впервые разработал систему, подход тоже, как в прогнозировании погоды. Также он прогнозировал, как примерно все распространяются инфекции. Главное, что он сделал, он ввел понятие, что есть такой агент, который может заразить другого человека. Что один человек может заразить другого. Для тех времен, вот для этого века, это было что-то невероятное. Ну, хотя, конечно, он сказал даже, что некоторые инфекции передаются через взгляд. Ну, это, конечно, что-то заоблачное. Ну, хотя порча, возможно, кто знает, никто не исключил. Но самое важное в другом. Он дал понятие инфекции, и он сочинил поэму про сифилис. Это одна из его, так скажем, он впервые, он назвал сифилис сифилисом. То есть вот этот человек. Тогда сифилис ел полуевропы. И он ел ее так же, как чума, только более медленно. А теперь разграничим эпидемиологию инфекцию. Если вспоминать мультик «Гадкий я-2», там говорил Найс Попс. Следующие слова. Ограбление банка, это нас не касается. Убийство, это нас не интересует. Но если вы решили украсть луну, так вот так же относительно эпидемиологии инфекции. Инфекционные заболевания изучают одного человека, а эпидемиология изучает много людей. То есть, соответственно, прием терапевта, это нас не касается. Единичный случай, это нас не интересует. Но если произошла вспышка, то тогда уже это касается эпидемиолога. И, соответственно, вот в чем разница и как легко запомнить. То есть, инфекционист занимается отдельными случаями. Эпидемиолог занимается всей популяцией. Вот то есть, если бы вот это все перенести на карту, то мы увидим, например, взаимодействие. Вот воздушно-капельная инфекция, вот это Эбола и другие различные инфекции. Мы можем также спрогнозировать, как там, например, паромы плывут. То есть, берем отдельную территорию. Если есть там река, как там происходит движение. То есть, самолеты и так далее. То есть, за счет этого мы можем взять те же самые карты прогнозов погоды. Вот взять эту систему, их немножко переделать в том плане, что мы переносимся на то, что не как порыв ветра идет, а куда перемещается самолет. То есть, откуда люди идут. И после этого накладываем, в принципе, на ту же самую систему. И проходит у нас то же самое прогнозирование. Так, ВОЗ справлялась с Эболой знаменитой. Ну, я думаю, все о ней слышали, да? И также еще стоит отметить, что все-таки метеорология очень связана с нашими инфекциями, с эпидемиологией. Вот недавно все слышали случай сибирской язвы? Кто-нибудь слышал? Ну, я думаю, наслышано. На Ямале. Почему это произошло? Если мы посмотрели бы на карту, там весь Ямал плюс 30. Все скотомогильники, все падшие олени, все были в замерзшем состоянии. Сибирская язва хранится, может, до 300 и выше лет, зафиксированный случай. Соответственно, у нас в течение еще, ну, как минимум лет 200 может всплывать там очень много чего, потому что уничтожать это все начали только последние 50-70 лет, как Советский Союз пришел. Соответственно, нас тут ждет очень большое и насыщенное лето, а возможно и последующие, так скажем, года и лето, потому что это очень опасно, очень страшно. Если такое же глобальное потепление продолжится, у нас будут постоянные вспышки и постоянные нервы. А вот теперь перечислить немножко, что же вызывает инфекции. Ну, насекомые, если не стоногие, это банальная чесотка, например, для примера. Там клещ внедряется в кожу и, оставляя свои ходы, он там распространяется, откладывает яйца и так далее. Это очень неприятное заболевание. Плоские и круглые черви, я думаю, перечислять не стоит. Простейшие – это амеба, самая знаменитая. Грибы – ну, это любые грибковые инфекции. Бактерии, тут рассказывать, это просто море инфекций. Ну, самые знаменитые, например, там тот же самый сифилис, гонорея, ну, не знаю, там, ОРВИ, но которые вызваны именно, не ОРВИ, правильно сказать, ОРЗ, которые именно бактериями вызваны. Вирусы, ну, тут понятно, ОРВИ – острореспираторная вирусная инфекция. Ну, то есть это сейчас пойдет сезон. Гриб, я думаю, мы сейчас все столкнемся. Особенно риновирусное – это когда только сопли и болит башка. И ты ничего не можешь сделать, ты не соображаешь, пытаешься дойти до учебы, но там сваливаешься окончательно, заражая всех. Ну, и самые интересные заболевания, это которые – это прионы. Это, конечно, ну, как эпидемиолог скажу, это чума. Это вообще просто новая, прям огненная. Вирусы – это самое мелкое считается, даже мельче, чем бактерии. Но прионы – это чисто белок. То есть сейчас есть белки, которые вызывают заболевания. Они не уничтожаются, желудки с кислой средой. Они сразу же проходят ее. И причем самое интересное, даже при температуре 300 градусов, когда сжигали скот, который болел этими прионами, они не уничтожались. Они просто потом сворачивались снова и были готовы заражать людей. Это очень опасно. И вот эра действительно инфекции, она еще не закрылась. Частично мы ее закрыли, когда началась антибиотикотерапия. Частично мы ее закрыли, когда мы начали вирусы лечить. Даже вакцинация, когда Дженнер, сейчас в дальнейшем расскажу, открыл вакцины, она уже дала какие-то плоды и начала меньше умирать людей. Но каждый раз мы открываем что-то новое, с чем мы не можем справиться. Ну вот, а этот человек, который забрел все вакцины, по сути, папа вакцин, Эдвард Дженнер. Как он это сделал? Оспа раньше косила очень большое количество людей, натуральная оспа именно. Не та ветрянка, которую мы заболеваем и переносим в легкой форме обычно в детстве. Это совсем другая оспа. Это та, которая оставляет рубцы. Ну, оставляла, сейчас она считается, что ей больше нет. Она оставляла рубцы, она уродовала людей, она уносила миллионы жизней. То есть раньше умирало практически в районе 30% людей. И оспа занимала далеко не последнее место, если не 50%. Это ужасное заболевание. И Дженнер задался вопросом, наверное, не к идее это сказал. Вот. Дженнер задался вопросом, что же делать? Как можно победить эту оспу, когда у тебя нет никакие... Только есть травы, у тебя есть только вот спиритические сеансы. Надо же что-то делать. Как раз таки в это время только этим и умели лечить. И он увидел, что доярки, которые доили коров, у них та же самая оспа возникала. У коров была оспа легкая коровья. И у доярок была та же самая оспа. Но после этого они оспой не болели. Он это заметил, задумался и подумал, что надо как-то применить этот метод. Он брал вот как раз таки содержимое пустул. Ну то есть вот то, что содержится непосредственно... Ну как сказать? Ну пустул это сам непосредственно... Даже не знаю, как простым языком сказать. Это то, где содержится сам вирус. Он брал оттуда. И впервые в 1796 году вёл мальчику. После этого он его пытался заразить уже от больного человека. То есть от серьёзного заболевания два раза. Оба раза мальчик не заболел. После этого началась эра вакцин. Что стоит отметить? До этого, даже в 11 веке до нашей эры, тоже пытались от оспы прививать. Но только это называлось вариоляцией, это было очень жестоко. В 11 веке в Китае прежде всего одевали в одежду больного оспой. То есть она была вся промочена его язвочками, содержимым. И это одевали на здоровых людей, чтобы они заразились. Более в лёгкой форме. Потом они вдыхали вот это струпи, они вдували их в нос стружку из этих струпей. То есть творилось невероятное. Вводили там, например, иголкой, протыкали пустулу больного и вводили её здоровому. И это пришло в Англию намного позже даже прививок Дженнера. Он уже изобрёл прививки. Но несмотря на это, англичане всё равно пользовались старыми методиками. И сразу же возникло движение антивакцинаторов. То есть, конечно, у них забрали хлеб. У гомеопатов забрали хлеб. Они сразу же сбунтовались. Как видите, картинка показывает, что вот Эдвард Дженнер ставит всем вакцину. То есть там царапается и вносится туда содержимое. Скорификацией называется. И у всех остальных, кого он поставил, они начали превращаться в коров. Вот это одна из самых древних карикатур на вакцину. То есть они начали говорить, что вакцина превратит их в коров. Что люди будут прокляты, это не угодно Богу. Началась конкретная война. И, ну, слава Богу, Дженнер сумел доказать во всех обществах, везде, что это единственный способ победить ВОСПу. И все отказы в дальнейшем от вакцин доказали его правдивость. Это тоже 1881 года. Тут говорится следует... Это журнал, он... Тут была, ну, как небольшая стихотворная поэма, опять-таки, о прививках. И опять-таки антивакцинаторская. Что говорилось? Это слова доктора. Прививку сделать. Сделать? О, доктор, сэр, в своих молитвах мою уколотую руку помяни. То есть насколько боялись, насколько не любили ставить все эти вакцины. Люди просто, ну, как, не знаю, боятся... Как боятся уколов, так боялись, что их поцарапают. Хотя в жизни они царапаются еще чаще. Но почему именно от вакцин это казалось более опасным, никто не знает. Ну, теперь перейдем к мифам. Миф номер один. Эти инфекции уже не встречаются. Мы сейчас вакцинируем от следующих инфекций. Но я перечислю не все, но основные. Вот все вы встретитесь с гриппом скоро. Это самое популярное. Все выставили полиомиелит. Все выставили корь, краснуху, паратит и так далее. Это большой список. И все эти заболевания, естественно, не встречаются у нас. Как они могут встречаться, если у нас у всех практически есть к ним иммунитет? Но если вы съездите в Афганистан или в Пакистан, там вы увидите весь цвет этих болезней. И в Афганистан, и в Пакистан единственные две страны, в которых есть полиомиелит. Даже вся Африка считается чистой от полиомиелита. А эти две страны, они отказываются по религиозным причинам некоторые ставить. И этот полиомиелит до сих пор встречается у них. Это самое доказательство. Потому что в Европе, например, произошла недавно вспышка кори. Ну как недавно, это 10 лет назад было. Но было следующее. Они все массово начали отказываться от прививок от кори. Сказали, что там содержится много вредных веществ. Все мамочки начали отказываться. И в результате произошла вспышка во Франции, например, 8 тысяч заболевших. В Великобритании около 10 тысяч заболевших. В Германии тоже тысячи заболевших. Корь приводит к слепоте. Есть вероятность того, что она приведет к слепоте. То есть эту инфекцию можно было избежать. Но, к сожалению, мы от этого отказались. Прививки перегружают иммунитет. Или я поставил прививку и заболел. Вот это самая знаменитая фраза, которая начинается после гриппа. Я поставил ее и я слег. Почему это происходит? Объясняю на пальцах, как говорится. Сейчас сентябрь. По статистике, например, если мы будем смотреть, до сентября последней недели заболевших у РВИ где-то 20-30 человек. Ну вот по району, например, возьмем. А после того, как началось 1 сентября, заболевших становится в районе 100-120. Во-первых, это вспышка. Мы приходим все в школу. Мы приходим в вуз. Мы со всеми обнимаемся, целуемся и сидим в одном помещении. Соответственно, достаточно одного чихуна, чтобы он заразил всех. Потому что при одном чихе вылетают все эти микробы, все эти вирусы на расстоянии примерно равном длине троллейбуса. То есть достаточно пары чихов, чтобы они планомерно распределились по всей комнате. Ну и отсюда происходит следующее. Мы приходим, заболеваем. В это время примерно нам предлагают ставить прививки от гриппа. Когда мы все встречаемся как раз таки. Летом нас не выловить. И вот эти два фактора наслаиваются друг на друга относительно. То есть вот это постоянный контакт. Но после прививки от гриппа надо избежать контактов с больным, желательно избежать и правильно питаться, сохранять иммунитет, не переохлаждаться в течение примерно двух недель. Ну первую неделю как минимум желательно. А что у нас происходит со студентами особенно? Поставили прививку от гриппа, в тот же день не ест. А то потом еще и в выходные алкогольная продукция, скажем так, которая тоже снижает иммунитет. Потом он, конечно же, в контактном коллективе, где еще чихают, кому не поставили прививку. Потом он идет по улице полураздетый, потому что вчера было жарко, и я не хочу одеваться. И отсюда вот эти все факторы складываются вместе. И начинается. Я заболел, это точно во всем виновата прививка от гриппа. Прививка от гриппа максимум, она инактивирована. Это означает, что вирусы там убиты. И второй фактор, то, что она чуть-чуть снижает иммунитет из-за того, что он начинает ответ нарабатывать на эту прививку. И это нормально. Просто не надо впадать в яму иммунную своим недоеданием и прочим нарушением режима. Некоторые не прививаются и не болеют. Ну, это просто... Как они могут заболеть, если этой инфекции уже нет? Если у эпидемиологов есть такое золотое правило. Если 95% населения вакцинировано, то считается, что заболевание, шансы у него возникнуть практически равны нулю. То есть, соответственно, если 95% населения вакцинировано от столбняка, от дифтерии, ну как они могут... дифтерия передается воздушно-капельным путем, как он может получить дифтерию, если ей никто не болеет? Где он может ее встретить? Он только если сгоняет за границу, в ту же самую страну, в Афганистан, в Пакистан и прочие страны, где это есть. И принесет еще нам, и еще этим отказникам другим тоже подарит эти заболевания. Подождем до года. Я согласен, что сейчас календарь прививок... Ну вот все рано или поздно станут. Наверное. В большем проценте родителями. И они заметят, почему я каждый раз вожу ребенка в больницу на прививку. Каждый месяц, и то и не по разу, я вожу его на прививки. Конечно, это очень много. Им ставят, ну если так считать, за год, ну в районе где-то 15 и больше даже прививок от различных заболеваний. Конечно, это нагрузка большая. Но с другой стороны, представьте себе, ребенок рождается стерильным. Он рождается, он выходит свет стерильным. И на него сразу же накатывается, нападает. К нему сразу же присоединяется еще больше бактерий. Соответственно, если он, его не уничтожило сразу, не съело эта микрофлора, с чего бы ему от какой-то вакцины у полуубитой заболеть? Вот потому что рассчитано, что человек, иммунитет может одновременно вырабатываться к нескольким тысячам заболеваний одномоментно. А тут 2-3 прививки. И почему-то предлагают, начинают, нет, мы подождем, потом еще подождем, и так в 10 лет ребенок не привит, и так далее. Ну, то есть это ложится отпечатком-то на все общество. Нельзя вводить несколько вакцин сразу. Это опять-таки, возвращаясь к тому, мы сейчас уже практически никакие вакцины не вводятся одномоментно-две. Они вводятся одним уколом несколько, а не так, что мы берем, если говорится, например, антикоклюшно-дифтерийно-столбнячное, мы не вводим в три укола, не натыкиваем человека до полусмерти. Мы вводим это одним уколом. И это проверенный способ. Миллионы людей во всем мире ставят эти вакцины. И никто никогда практически вот эти самые старые вакцины АКДС, АДСМ, на них уже никто не жаловался. Они уже все привычные с советских времен. И все равно вот этот отказ, отказ, отказ от них идет. Вакцины вызывают аутизм, содержат консерванты, опасные для здоровья. Но тот, кто смеется, они понимают это, они это видят. Особенно вот эта реклама всплывающая в шок. Ребенка там убила вакцина. Все понятно становится. Эта реклама рядом с Аллой Пугачевой умерла, вот эта вот вся эта реклама. Ну то есть не надо, если вы видите эту всплывающую рекламку. Зачем? Зачем это читать? Это же вирусное. Вот. И что же можно сказать про вакцины аутизм? Можно сказать следующее, что аутизм пытаются приплести уже к чему только к различным фактором. Генные мутации, плохая природа, плохая экология, то есть различные ГМО, аутизм пытались связать всем. И тот человек, который связал доктор, у него выборка была 30 или 60 человек. Он написал две статьи о том, что мертиолят втути влияет и вызывает аутизм вакцинах. Его за это лишили докторской степени, то есть звание доктора его лишили в Англии за эти статьи, потому что он недостаточно, он потом извинялся за это в суде, но вирус спам пошел, как говорится. Спам пошел, и это все попало в интернет, потом это попало в иностранную, а вот это уже достаточно этой статьи. Как делают всегда антивакцинаторы? Если вы возьмете их статьи сейчас и сравните их со статьями 19 века, принцип будет один и тот же, даже слова иногда похожи, то есть у них никакой обоснованности. Их спрашиваешь, а где вы? Покажите ваше исследование где-то. А вот я заметил, вот это основное их. Я это заметил, это большая эмоциональность, они доказывают, я это видел. Например, Червонская, она очень любит рассказывать эти истории свои. Она начинает со слов я, конечно, никого не обвиняю. Но, уже подозрение вникает в голову, но я хочу привести историю. И начинаются статьи, истории, которые вообще не до конца не имеют никакого смысла. Они не до конца рассказаны. Нет никакой подоплеки, то есть уточнений никаких нет. Как долго это было, какие синдромы, в течение скольких дней. Было. Это важное слово. Это было. У моей его знакомого было. Он тоже ни на кого не жалуется. То есть вот эти вот нежалобные, то есть психология у нее обратная идет, что никто не виноват, но вы виноваты. И она использует этот прием, она очень сильно хорошо за счет этих примеров, которые мамочка может сказать. Это вот как астрология. Это точно про меня. Это так похоже. Это все про меня. вот примерно той же самой историей она заманивает людей, рассказывает. Из-за нее практически, ну, из-за нее нельзя сказать. В 90-х годах мамочки отказались из-за вот этого мертиллята от дифтерии, против дифтерии. Что же произошло у нас? В 90-х годах у нас произошла во всех странах СНГ вспышки дифтерии. Казалось бы, чем еще больше доказывать надо, но, к сожалению, отказы продолжаются. Есть вот такая неплохая затея, так скажем, которую придумала Европа. Называлась она раньше Европейская неделя иммунизации, потом она перешла во Всемирную организацию здравоохранения и стала называться Всемирная неделя иммунизации. Конечно, это очень хорошая инициатива только в том плане, что она пытается противостоять всем этим спамам в интернете, она пытается противостоять всем вот этим гадалкам, всем этим псевдоврачам. Особенно больше всего говорят гомеопаты, те, кто за то, что рождение детей на дому, ну, то есть все, кто максимально пытается привести к себе к медицине, но это никак она их не принимает в свою лону. поэтому очень важно вот такие вот именно недели и весь мир выделяет вот огромные деньги для этой вакцинации в Африи, в страны Африки поступают в огромных количествах, в Индии, где до сих пор холера, где пытаются противостоять другим гепатитам различным. Все эти заболевания так или иначе профилактируются вакцинами. Просто то, что мы их не видим, это не значит, что они ушли. Холера до сих пор высевается в некоторых водоемах и в любой момент, если произойдет вспышка, мы будем спасены именно вакцинами. Потому что что лучше для себя вы должны решить? Либо вы будете лечиться антибиотиками, заболев этим заболеванием, либо вам не придется им переболеть, во-первых, и ваш иммунитет сам справится с этой болезнью. Вот и все. Ну и под конец я хочу еще раз показать Пандору. Кто знает, что осталось, ну как говорят, что осталось на дне ящика? Надежда? Надежда осталась там. Поэтому остается надежда на то, что мы все-таки справимся так же, как и с Оспой, так же, как мы почти справились с полиомиелитом и с многими другими инфекциями, с этой глупой, даже, можно сказать, неоправданной предвзятостью к вакцинам. And that's all. АПЛОДИСМЕНТЫ